Самцы занимают небольшие лужицы, водостоки, озера. Одним словом, любые водные резервуары и придаются вокальным упражнениям. Порой вокальные упражнения зеленых жаб заглушают даже крики самых многочисленных наших земноводных – озерных лягушек, которые, в отличие от зеленых жаб, более привередливы при выборе места для нереста. В отличие от все тех же зеленых лягушек, жабы поют не раздувая резонаторы, а благодаря горловым мешкам. Всю ночь напролет самцы с завидным постоянством оглашают окрестности своим пением. Эти повороти и коруза мира амфибий в момент пения дают хищникам понять, где они находятся. Но, вероятно, сей факт нисколько не смущает ночных певцов. Желающих отведать амфибию не так-то уж много. Зеленые жабы в принципе ядовиты. Почему в принципе? Потому что обычно под ядовитостью животного мы подразумеваем наличие специализированного ядовитого аппарата, такого как зуб кобры или жало осы. У жабы единственное средство защиты – ядовитые железы. Две крупные околоушные паратиды и множество одиночных, разбросанных по всему телу. Ядовитые железы жаб пассивны. Они лишены аппарата, позволяющего наносить ранение и вводить яд в кровь. Яд выделяется только в том случае, когда хищник схватит жертву. Выделение желез – крайне неприятного запаха. Они слизистые и, как уверяют те, кто пробовал их на вкус, горьковато-тошнотворные. Редактор субтитров А.Семкин